Всем привет! Это новая подборка крутых вещей, от которых ты офигеешь! Это я тебе обещаю! Ну а тот, кто полностью посмотрит ролик, сможет поучаствовать в конкурсе и выиграть смартфон из этого выпуска абсолютно бесплатно. Погнали! Это еще один интересный фокус. Берем у зрителя смартфон и бежим в ломбард! Сорян, не удержался. Итак, показываем ему обыкновенный платок. Затем помещаем один конец платка на экран телефона. Далее, держа телефон пальцами одной руки, мы начинаем вытаскивать платок с задней части смартфона. Зрители видят, как платок исчезает в передней части телефона и появляется с обратной стороны. Секрет этого фокуса мы, как всегда, раскроем в конце выпуска. Начитался я тут как-то отзывов о чудной шайтан-машине, которая делает лапки чистыми, и посоветовал купить ее своей подруге. Потом звонит она как-то мне. Я-то думал, она меня поблагодарить хочет. Она сходу говорит мне, эта штука ни ху... ни черта не чистит. Посоветовал купить мне какую-то х... херню. Только деньги зря потратила. Через несколько минут она успокоилась и все рассказала. На каждую лапу она делала 4-5 окунаний. Для чистоты эксперимента взяла чистое светлое полотенце. Но после всех процедур ее настигло разочарование. Полотенце было грязное. После каждой лапы оставался грязный след. И в итоге лапомойку на помойку. А это необычная колонка. Первый вопрос, который приходит в голову – чё вы курили, когда создавали эту колонку? Серьезно, как будто кого-то из вас забрали инопланетные разумы, или вы встретили кого-то там, что подсказали вам так сделать? Серьезно, это портативная колонка или «Звездные войны» кто-то пересмотрел под угаром? Да, звук у нее более или менее. При включении 3D-эффекта появляется бас. Ну а к недостаткам можно отнести максимальную громкость, которой вполне хватает для большой комнаты, но не хватит для небольшой аудитории. Это беспроводные наушники. Они очень похожи на AirPods. Моя знакомая брала их, чтобы смотреть сериалы, пока спит ее ребенок, так как ей жутко мешали висящие провода. С этой задачей они справляются отлично. Можно слушать легкую музыку, но уже чуть тяжелая на них не идет. Imagine Dragons, к примеру, слушать почти невозможно и неприятно. Меломаны точно будут плеваться и хейтить эти наушники. Если ты хочешь наушники, которые будут воспроизводить исключительно тяжелую музыку, то лучше поискать подороже и получше. Это рюкзак с цветной LED-панелью, контролируемый при помощи мобильного приложения. Можно выбирать различные анимированные картинки из готовой библиотеки или создавать собственные, сыграть в 8-битные игры наподобие Snake, Arkanoid и Tetris. Сам рюкзак вместительный, с продуманной организацией карманов для вещей и девайсов. Вместительность ничем не уступает обычным ранцам. На выбор присутствует 5 цветов – серый, черный, голубой, желтый и розовый. M-Bot – это набор для построения небольшого робота. Весь набор состоит из 45 деталей. Конструктор призван научить детей основам программирования, электроники и робототехники. Мы где-то минут 20 просто так гоняли механизм по квартире. Оказалось, что буква «С» на пульте вызывает подпрограмму, при которой робот передвигается по квартире, отслеживая препятствия. Кстати, сборку робота рекомендую проводить под чутким руководством взрослого. Некоторые элементы можно перетянуть. Это высокотемпературный двигатель стерлинга с генератором электроэнергии. Пускай это всего лишь небольшая модель, но вещь крайне любопытная. Принцип действия не так прост, как кажется. Левая и правая части цилиндра не касаются друг друга. Между ними стоит теплоизолятор. Когда вытеснитель находится в левой стороне, он вытесняет весь горячий воздух вправо, воздух остывает, всасывая рабочий поршень. Когда же вытеснитель уходит вправо, он выгоняет весь воздух в горячую камеру, воздух нагревается, расширяется и вытесняет рабочий поршень вправо. Купил не так давно электрическую сигаретонабивную машинку, ибо руками набивать сигаретные гильзы надоело, муторно и неудобно. Сейчас же просто смешиваешь сорта табака, засыпаешь их в машинку, надеваешь сигаретную гильзу на трубку под зажим, нажимаешь кнопку и сигарета готова. Степень набивки сигареты регулируется зажимным винтом, что очень удобно. Пластмассой не воняет, да и вообще вещь сделана к удивлению качественно. Курение вредит вашему здоровью. Но уж коли курите и не можете отказаться, то не курите всякую гадость. Долгое время считалось, что грань между виртуальной реальностью, VR и дополненной реальностью, AR, размывается. VR и AR – это абсолютно разные устройства и с разным предназначением. Одни подсвечивают, вторые замещают реальность. То есть в дополненной реальности ты видишь картину окружающего мира на дисплее шлема, испытывая полное ощущение реальности. Камера моментально превращает обычную обстановку в комнате в настоящее поле баталий из вашей игры. Стоит эта штука неплохо. Если включить немного креативности, то игрушечных пауков можно использовать в качестве игры с котейкой. Паука можно прикрепить к леске, а леску – к палке, и вот игрушка для кота готова. По крайней мере, таких дразнилок в магазинах я еще не встречал. Давно хотел именно путевую точилку для ножей. В интернете их тьма. Путем многочисленных изучений остановился на этой. Она совсем малышка, в диаметре всего 6 см. На дне присоска по всей окружности цепляется за стол. Присоска хорошая, действительно держит. Оторвать можно разве что со столешницей. Лезвие острое, буквально снимает стальную стружку с лезвия ножа. Упаковка, правда, была слабенькая, но, к счастью, беспощадная почта России ее не убила. Это прибор для заплетания косичек. При наличии фантазии можно выполнять просто суперские прически. На коробке даже написано, что есть приложение, в котором можно посмотреть различные прически. С помощью поднятия специальных лапок пряди фиксируются в приборе для дальнейшего закручивания в жгутики. Жгутики получаются красивые и прочные, сами не расплетаются и долго держатся в прическе. Коробка, правда, пришла в хлам убитая, но прибор, к счастью, работает. Я около года присматривался к светодиодной ленте RGB. Спустя некоторое время я все-таки решился взять ее. Так вот, цветовые режимы у нее такие. Синий, красный, зеленый, красно-зеленый-синий, красно-зеленый, зеленый-синий, красно-синий. Когда горит два цвета, каждый третий светодиод отключается. За счет этого лента светит не так ярко, но на общем фоне этого и незаметно. Еще есть режим моргающий и нарастающий. Его можно использовать вместо гирлянды. Также есть режим приглушенного света. Очень романтично получается. А это у нас термоусадочные трубки с припоем. Они помогают быстро соединить провода при помощи зажигалки. Продеваем трубку, зачищаем провода, распушаем концы и стыкуем. Устанавливаем трубку так, чтобы кольцо припоя было прямо на месте контакта. Подносим зажигалку и хорошенько прогреваем. Соединение получается достаточно крепким, вручную порвать не удалось. Заказывал отцу, он остался доволен. Посылка, правда, шла 27 дней, а так норм. Это необычная RGB-лампа или светильник, называйте как хотите. Выглядит довольно забавно. Такое впечатление, будто бы взяли большое яйцо, немного его сплюснули и запихнули внутрь пластикового обода. Обод – не только декоративный элемент, но также и неплохая защита при падении лампы. Корпус собран хорошо. Ничего не скрипит, не люфтит и не прогибается. Обычное касание повышает яркость. Длительное касание переключает в цветной режим, их к слову 8. А двойное касание переводит лампу в спящий режим. А это наручный чехол для смартфона. На первый взгляд сшит довольно качественно, но, к сожалению, не идеально. Сбоку видно кармашек для ключа или чего-то маленького и плоского. Польза от него сомнительна, но пусть будет, раз сделали. Тачскрин работает не так четко, конечно, как без чехла, но проблем не возникает. Чехол хороший, но рекомендовать его можно только девушкам или подросткам, но либо очень худым людям, для остальных либо искать что-то другое, либо запасаться скотчем. Это магнитный коврик, который можно прикрепить ко всему металлическому. Кроме того, к нему можно прикрепить инструменты, что очень удобно во время ремонта автомобиля. Стоит не так дорого, а вот доставка очень долгая. Внешний вид этого бумажника ничем не отличается от обычных, но самый огонек вкроется у него внутри. Между отделом для банкнот и кармашками для карт имеется потайной отсек, где спрятана пара кусочков ткани, пропитанной горючим веществом, а также кремний с колесиком для высекания искр. Таким образом, любое, даже легкое и малозаметное движение пальцами заставляет кошелек в буквальном смысле воспламениться, шокируя тем самым окружающих людей. Для того, чтобы погасить пламя, достаточно захлопнуть половинки бумажника. Это вечная ручка, не требующая чернил, пишущая в самый сильный мороз и не текущая в жару. Пишет неким твердым сплавом цинка или свинца. Результат письма очень похож на простой твердый карандаш. Бумагу не царапает, но движение пера по ней нельзя назвать плавным. Если почерк размашистый и небрежный, писать ручкой вполне комфортно, но каллиграфией заниматься вряд ли получится, как и написанием длинных романтических писем. Итак, возвращаемся к нашему волшебному платку. Этот фокус происходит благодаря специальной прозрачной подставке, и с её помощью платок незаметно проходит под смартфоном, а нам кажется, что сквозь него. Вот и всё. А это Samsung Galaxy S10. Я хочу разыграть этот смартфон среди своих подписчиков. Всего-то нужно поставить лайк, подписаться на канал и обязательно оставить комментарий для того, чтобы рандомайзер смог определить победителя. Как только ролик соберёт 20 тысяч лайков, мы узнаем победителя. Всем удачи, друзья, а хейтерам снова привет! А вот и победитель конкурса из прошлого выпуска. Поздравляю тебя, смартфон твой! Напиши нам в ВК свой адрес, и мы отправим его. Ждём тебя!